Это программа «День с толком». Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Елены Макаренко. Здравствуйте. Начнем выпуск со сводки транспортных происшествий за эту неделю. Произошло их немало. 3 апреля пригородный поезд «Трубцовск-Барнаул» задержал свой рейс на 17 минут. А все из-за страшной аварии. В Топчихинском районе поезд сбил машину, в которой находился пожилой водитель. Как сообщают очевидцы, он хотел проскочить перед приближающимся поездом. Машинист состава, увидев авто, экстренно затормозил, но расстояния было недостаточно. В результате ДТП водитель автомобиля погиб. По данным филиала РЖД по Алтайскому краю, это второе ДТП на железной дороге с начала года. Несколько неприятных инцидентов случилось и в общественном транспорте Барнаула. Так, на днях в автобусе номер 20 пожилому пассажиру зажало голову дверями. К счастью, водитель быстро сориентировался и открыл двери, после чего мужчина смог выйти на остановку. Пострадал ли он, и насколько сильно экипаж автобуса не стал проверять, а просто дальше двинулся по маршруту. А буквально через пару дней, все в том же 20 маршруте, под натиском дверей оказалась пенсионерка. Обратить внимание водителя и освободиться из зажима ей удалось лишь после истошного крика. На следующей неделе автомобилисты Барнаула заметят начало строительства многоуровневой развязки на Змейногорском тракте. Уже сейчас на месте бывшего кафе Арарат появилась строительная техника. Позже площадку скроют от любопытных глаз. Дорожники утверждают, что транспортного коллапса удастся избежать. Подробности в видеосюжете. Проект трехуровневой развязки стоимостью почти 3 миллиарда рублей журналистам представили еще год назад. Транспортное кольцо, металлический путепровод и подземный полутоннель должны развести поток машин на этом дорожном участке и увеличить интенсивность движения автомобилей в сутки с 20 до 60 тысяч. Правда, график строительства пришлось немного сдвинуть, но сейчас подрядчик уже готов к работам. Для нас это несложный проект. Мы таких объектов по всем регионам России построили очень много. Здесь единственное, что, как и везде, сложное в чем? Это работа в городе. Это коммуникации, это жители, это не просто пустое место, где никто ничего не мешает. На первом этапе строительных работ в начале мая предстоит перенести коммуникации, газопровод, линии электропередач, канализационные коллекторы. Это будут делать параллельно с устройством опор для путепровода. Кстати, строительную площадку уже в ближайшее время огородят. Здесь появятся бетонные блоки и новые дорожные знаки. Пешеходам придется участок за забором обходить, а вот схема движения транспорта до следующего года не поменяется, заверил сегодня представитель управления автодорог. Те волнения о транспортном коллапсе, который, возможно, здесь наступит, они не подтверждаются. Мы сейчас эти транспортные схемы моделируем совместно с Политехническим университетом. Если где-то мы увидим, что будут заторовые ситуации, скоординируем работу светофора, который вот сейчас работает. Чтобы избежать транспортных заторов, планируют также расширить шоссе Ленточный Бор на перекрестке с Южным трактом и часть автодороги на стыке с федеральной трассой. Хвойные деревья, которые предстоит вырубить, впоследствии планируют восстановить. Но расширение дороги оставят, ведь оно необходимо для строительства путепровода. Кстати, чтобы начать строительство развязки, пришлось нести несколько помещений, правда, нежилых. То кафе, которое сейчас функционирует, собственникам до конца апреля, с учетом синхронизации с работами по строительно-монтажным работам, за собственные средства будет демонтировано. И собственник планирует переехать в новое здание. После перекладки инженерных коммуникаций подрядчик приступит к возведению первых опор для металлического путепровода. А в целом строительство многоуровневой развязки должны завершить до конца 2024 года. График планирует контролировать губернатор края. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. Восстановление межпоселковой дороги требуют жители Тольменского района. Ее, по словам людей, напрочь разбили грузовики, точнее, груженные до отвала лесовозы. Они в последние дни до введения ограничений для большегрузов ездили один за одним. Сегодня дорогу отсыпали, но временная мера не устраивает сельчан. Они настаивают на полноценном восстановлении дороги. В проблеме разбиралась Валентина Аскерова. Тоже такие ямы. С этой стороны вообще проехать невозможно будет, потому что здесь все провалено. Как по волнам, только не по морским, а по дорожным. По словам жителей Тольменского района, груженные машины, лесовозы напрочь разбили проезжую часть. За два дня, 30 и 31 марта, до введения ограничений на проезд большегрузов, дорога от Кашкарагаехи до села Зайцево превратилась в решето. Жители не поленились, подсчитали. На участке в 15 километров 71 яма. Вот что осталось от дорожного покрытия. Огромные куски асфальта, которые сегодня валяются вдоль обочины. Многие водители остались без колес, подвесок, пластиковой защиты. Уродовали всю дорогу буквально, я не знаю, дня за два, потому что я в первый день поехала, все нормально было, две ямки было. Ехала обратно нормально, на следующий день я поехала, у меня уже глаза на лоб повлазили. Ехать вообще невозможно, потому что дорога ужасная. Так Галина Лобышева лишилась двигателя. Поездка по разбитой дороге обошлась ей в 110 тысяч рублей. Я позвонила непосредственно человеку, который возил по данному направлению лес, лесовозами, в 4 дня подряд. Так как он торопился, потому что дорогу у нас должны были закрыть 1 апреля, он по максимуму отправил все свои силы, все свои машины, все свои лесовозы, сколько было, наверное, максимально возможно. Не думая о людях, не думая о последствиях, что будет с дорогой. Он просто ее всю разрушил. Женщина из Кашкарагайхи просто занялась этим вопросом, она сидела и ровно за час она насчитала 15 лесовозов. 1 апреля на межпоселковой дороге появились знаки ограничения в 10 тонн. Однако уже поздно. Ранее фуры в 35 тонн, говорят люди, разнесли дорогу в пух и прах. После волны негодования проезжую часть отсыпали. Но людям этого недостаточно. Они требуют от предпринимателя полного восстановления дорожного покрытия. Я такое имею в виду отношение вообще к дороге? Но вот жители говорят, что лесовозы ваши ее разбили. Ну понятно, что с вами. До свидания. Быстро и хорошо. Это дороги у нас в ведении дорожников, то есть на их балансе. Краевых. Краевых. Соответственно, это ремонт только они осуществляют. На балансе ни администрации района, ни администрации сельсовета дороги не стоят. Соответственно, денег на ремонт не заложено, никто не выделяет. Сейчас местная администрация готовит официальное обращение к краевому профильному ведомству. В министерстве транспорта, между тем, нам пояснили, что в курсе разрушения асфальтового покрытия. Но в планах на капитальный ремонт эта дорога в этом году не значится. Единственное, что ждет в этот сезон проезжую часть – ямочный ремонт. Сельские жители настаивают на том, чтобы привлечь к ремонту дороги еще и того, кто ее разбил. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. К другим темам. 4 миллиарда рублей за три года планируют направить на обновление парка станков, выстраивание логистических цепочек на предприятии Барнаултрансмаш. Об этом на неделе сообщил губернатор Виктор Томенко, который посетил завод, где производят двигатели для военной техники. Чтобы предприятие работало гораздо эффективнее, чем раньше, требуется также увеличить численный состав его сотрудников. Положительные сдвиги в этом направлении уже есть. Подробности в видеосюжете. Барнаултрансмаш разрабатывает и производит специализированные дизели и дизель-генераторные установки для Минобороны. Инвестиционная программа, которую разработали на предприятии, должна помочь выйти на еще более высокую производительность труда. К 2024 году здесь ставят задачу делать более 2,5 тысяч дизелей. С началом спецоперации производство увеличили по гособоронзаказам. Но людей не хватает. На данный момент больше тысячи человек, хотя подвижки в этом направлении есть. В последнее время на заводе приняли 853 сотрудника. Алексей здесь уже полгода. Перешел с другого предприятия. Меня здесь работает товарищ. Он позвал. Сказал, завезли новое оборудование. Условия здесь лучше. А зарплата? Ну, нормальная, если сработает. Отправивается. Кстати, зарплата на предприятии выросла еще в 22-м году, причем на 23%. В конце года она составила почти 60 тысяч рублей. В 23-м ее снова планируют поднять. В среднем еще на 10 тысяч. Виктор Томенко поинтересовался у рабочих, довольны ли они условиями труда, и ответ прозвучал положительный. Губернатор поделился с коллективом и тем, что накануне принимал участие в заседании президиума госсовета, где обсуждали развитие промышленности. Наши предприятия сегодня наращивают и наращивают объемы производства промышленные прямо, я бы сказал, в разы в некоторых ситуациях. И то же самое уже делает и еще предстоит сделать здесь Барнаул-Трансмашу. Для этого надо решить огромное количество вопросов. Сегодня наш завод, сегодня часть большого Ростеха. Понятно, вопросы инвестиций определены. Больше 4 миллиардов за три года будет вложено. Виктор Томенко еще раз напомнил, что продукция завода сейчас очень востребована и надеется, что большой опыт предприятия и его традиции позволят выполнить планы, которые страна на него возлагает. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. А вот фермеры Алтайского края уже готовы взяться за нож. Люди всерьез намерены сокращать поголовье скота в подворьях. Все дело в цене на молоко. В марте закупщики начали принимать его всего по 19 рублей за литр. В то время, как зимой давали 21. И по словам закупщиков сырья, это еще не предел. Цена вскоре упадет еще сильнее. А между тем, владельцы личных и фермерских хозяйств говорят, что устали работать в убыток. Из Усть-Калманского района сюжет Анастасия Дороган. В Черышском частный магазин и литр 98 рублей молока. А мы горячимся и за 19 рублей сдаем. Молоко производители вновь один на один с рынком. Пару недель назад стоимость литра сырого молока с 21 рубля упала до 19. Владельцы поголовья говорят, что содержать коров уже убыточно. У меня три дойных. Была бы работа постоянная, может быть, сократила. Но у меня нет постоянной работы, а мне детей надо поднимать. Приходится держать. Это у нас в деревне единственный наш заработок. Цены на сено, на соляру, на молочную продукцию в магазинах не падают. Этой весной, впрочем, как и в предыдущие годы, переработчики молока в крае снижают закупочную стоимость сырья. Происходит это в марте-апреле, когда коровы телятся, и молока, наоборот, много. Владельцы личных подсобных хозяйств с целью заработка держат от трех до восьми коров. А есть те, кто брал грант под ферму и сейчас не может просто взять и бросить затею. Когда мы в гранте бизнес-проект писали, если нам молока было 19 рублей, ну, все себе стоимость взять солярку, по-моему, 32 рубля проходило. Налоги там тоже земельные гораздо ниже все это было. Даже взять сейчас медикаменты, все выросло примерно с процентов на 70. Люди говорят, что закупщики стали чаще выливать их молоко, мол, кислое или недостаточно жирное. Но как проверяют эти показатели, когда в самой машине нет оборудования, владельцы скота не знают. Не обосновывают им и ценообразование сырого литра. Единственный переработчик Усть-Калманский маслосырзавод диктует свои жесткие правила. Сам же продает молоко не ниже 50 рублей за литр. 3,2, 63. 63. Это местного завода, да, продукция? Да. Вкуснее, удобнее нам здесь. Уже знаем, что подвоха нет. Может быть, даже более-менее настоящая. Владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры и грантодержатели говорят, что сменить закупщика невозможно, от тебя откажутся. Рынок поделен и все четко знают своих и чужих. Но и мысли о смене сейчас не возникает, потому что все районы в округе сдают по одной цене. На 19 рублей за литр жалуются в 11 районах края. Рубцовский, Завьяловский, Третьяковский, Шипуновский, Алейский. Стоимость сырья упала в один момент. В течение года поступило 17 обращений от владельцев личных подсобных, именно личных подсобных хозяйств из 11 районов Алтайского края. Обращения начали поступать примерно в 20-х числах марта. Ведомство сделало запросы закупщикам о вопросе ценообразования. За последние пять лет в крае выявили пять заключений антиконкурентных соглашений. Однако до жителей Усть-Калманского района доходит информация, что заводу некуда девать сырье. Этого не исключает председатель аграрного комитета КЗС Сергей Серов. По его мнению, из-за санкций внутрироссийский рынок перенасыщен молоком. Решить эту проблему могли бы снабженческо-сбытовые кооперативы. Кооперативам, благодаря большим объемам, проще наладить закупку и сбыт молока и молочной продукции, организовать совместную заготовку кормов. У них есть возможность покупки охладителей и другого оборудования, стоимость которого может быть компенсирована по госпрограммам. Кооперативы также могут пользоваться и другими мерами государственной поддержки, в том числе льготными кредитами. Стоит задуматься производителям, что если они снизят маленькую стоимость своей продукции, то она будет большим спросом пользоваться. Мы ждем, когда будут акции, чтобы купить побольше йогурта в магазинах. А если цена высокая, не каждый себе может это позволить. В то же время производители жалуются на наценку торговых сетей в 50-70%. Проблема системная, но решать ее надо с низов. Судя по данным Алтай-Крайстата, численность поголовья личных подсобных хозяйств с 2014 года сократилась на четверть. Самая низкая закупочная стоимость литра молока, зафиксированная в крае, 14 рублей. Сейчас пока 19. Но это еще не предел, говорят переработчики. И буквально накануне тема закупочных цен на молоко получила развитие. Как выяснилось, обвал цен сегодня происходит не только в Алтайском крае, а, например, и в Тульской области. Оттуда также поступают жалобы в федеральный парламент, заявил депутат Госдумы от нашего региона Иван Лор. Кстати, в Аграрном комитете Госдумы поддержали некоторые предложения по решению проблемы от Алтайского края. В частности, речь идет о субсидировании литра товарного молока. Для этого нужно будет найти дополнительные источники финансирования, например, взять деньги из зерновых пошлин. Еще одна идея – прописать закон о молочных интервенциях, как происходит с зерновыми. В таком случае государство покупало бы у производителей излишки продукции долгого хранения, потому что сейчас, по отзывам переработчиков, их склады переполнены. Предложение о субсидировании порталу «Толк» прокомментировал руководитель объединения «Агросоюз» Александр Чеботаев. По его мнению, на каждый нереализованный литр молока можно ввести поддержку в 1-2 рубля. Идею он адресовал правительству региона и АКЗС. Себестоимость производства молока в среднем по хозяйствам Алтайского края сейчас составляет более 24 рублей, а закупочная цена скатывается с 31 рубля за литр до 27, и по прогнозам может упасть до 25. А для ЛПХ еще заметно ниже. И это только если говорить о производстве молока. А если в целом про молочное скотоводство, то здесь рентабельность точно уйдет в минус. Поэтому, я считаю, нужно поддержать все хозяйства. А у ШЛПХ сам Бог велел. Добавим, по данным Агросоюза, за последние годы себестоимость молока выросла на 40%, а содержание коровы на 65%. При падении закупочных цен на молоко введение личного подсобного хозяйства теряет всякий смысл. А вот у многих жителей многоквартирных домов вызывают озабоченность новые суммы в коммунальных квитанциях за общедомовые нужды. После введения новых правил расчета за услуги по содержанию подъездов, чердаков, подвалов и придомовой территории, расходы на них, считают люди, заметно выросли. Почему так происходит? Можно ли снизить общедомовые нужды? Эти и другие вопросы моя коллега Валентина Аскерова обсудила в интервью с экспертом, юристом по жилищно-коммунальным вопросам Дмитрием Косовым. В последнее время барнаульцы жалуются на возросшие суммы в квитанциях за общедомовые нужды. Почему так случилось? Получается, что происходит перерасчет за прошлые годы? Есть календарный год. Год закончился. Управляющая компания говорит, что у нас получилось так, что некоторые платили по нормативу, и в итоге фактически потребления было больше. Соответственно, каким-то образом его надо нам распределить, тот ресурс, который был фактически принят, на всех собственников. И вот законодатель говорит, что в течение трех месяцев управляющая компания может соответствующий перерасчет сделать. Но это не значит, что сумма квитанции может вырасти. Если собственники были рачительны и потребляли в соответствии с тем, что действительно надо было, то она может быть и не выше. То есть, не подниматься, скажем так. И вот здесь возникает следующий вопрос. А сегодня выставили всю сумму за год? За год, получается. Пересчитали. И вот некоторые говорят, что у нас в квитанции появилась большая сумма. И нам объясняют, что это в соответствии с новым постановлением возникло. Как быть? Фактически, смотрите, буквально в марте этого года в это же постановление были внесены изменения. И было указано на том, что вот эту сумму, которая получилась, ну, может, большой, да, ее можно равными частями по году распределить. То есть, по факту, чтобы не было такой большой финансовой нагрузки для собственника. То есть, поэтому сегодня вот некоторым управляющим компаниям можно задавать вопрос. А вы мне весь ресурс, который был, пересчитали, да? Так будьте любезны тогда, давайте, чтобы не было так мне тяжело финансово, раскидаем это на определенный период времени. Насколько вообще законен такой перерасчет? С чем он связан? С новыми правилами? Сегодня, то есть, ну, как бы даже не сегодня, это еще было в феврале прошлого года, 92-е постановление было, и оно внесло ряд изменений в законодательство. И сказала, что вот с 1 сентября там у нас пойдут некоторые изменения в той части, что касается СОИ, да? То есть, и теперь ресурс, который потребляется, собственники должны определить, как это будет, да? Либо они его будут распределять самостоятельно, то есть, весь ресурс, который пришел, на себя же самих, да, полностью. Либо будет решаться вопрос следующим образом. То есть, по концу года, то есть, в течение трех месяцев, то есть, вот как раз у нас сегодня, там, первый квартал проходит, да, управляющая компания должна посмотреть, а сколько действительно было потреблено ресурсов, да, и сколько фактически на сегодня потрачено, да? То есть, и вот вывести то фактическое, назовем так, фактическое потребление, да, и, установив вот эту разницу, распределить на собственников, да? То есть, но, знаете как, вот тут как раз и возникает вопрос, да, что вот некоторые говорят, ну, вот увеличилась, соответственно, строка, да, правильно ли это или неправильно, да? Ну, вот законодательно сегодня закреплено такое право управляющей компании распределять по концу года, в течение следующих, трех месяцев следующего года, вот тот, так скажем, ресурс, который был предъявлен. Сегодня приоритет расчета потребленного ресурса идет исключительно только лишь по приборам учета. Насколько это дорогостоящее удовольствие? Дорогостоящее, да, причем они зависят разные от модификации, то есть, я же говорил, что есть сегодня с тем, что снимают разные показания приборов, то есть, есть погодозависимых даже какие-то с учетом этих моментов, то есть, ну, я бы так сказал, что стоимость их разнится, там, от трехсот и выше тысяч рублей. За чей счет должны быть установлены общедомовые счетчики? Да, вот мы с вами разберем несколько моментов, да, то есть, есть приборы учета, которые общедомовые, это на отопление, да, это на водоснабжение, да, и есть на электричество. Вот по электричеству я сказал, то есть, это сегодня обязанности конкретно гарантирующих поставщиков, то есть, они буквально, что называется, с прошлого года обязаны устанавливать такие приборы, и они должны быть еще и дополнительно умные приборы учета, чтобы сразу все счислять, считывать и передавать. Что же касается у нас тепла, да, воды, то это приборы, которые собственники оплачивают, это является собственностью этих же собственников многоквартирного дома, но делается это таким образом через управляющую компанию, которая инициирует собрание, которая организовывает ее, и в том числе, если вдруг не происходит, то есть, бывает так, что, знаете, собственно-таки не захотели, или не получилось этого собрания, то и здесь соответствующий механизм есть, то есть, в таком случае все равно управляющая компания решает этот вопрос, и в том числе ресурсоснабжающая организация может установить этот прибор учета, но все равно собственников взыщут потом плату за этот прибор учета. В любом случае, мы обязаны их поставить, и если мы раскидываем на всех собственников, то я думаю, что это вполне приемлемо. Тем более, законодатель нас обязал это сделать. В какие сроки должны быть установлены приборы? Вообще, это уже было давным-давно, то есть, еще в 2019 году, это крайний срок был, когда у нас все дома должны были находиться с общими приборами. На сегодняшний день общедомовыми приборами учета обеспечены все дома или есть те, кто еще не установил? Это исключение дома, где технически невозможно установить прибор учета. Вы знаете, это единичные дома, поэтому если мы говорим сегодня о том, что у нас по Алтайскому краю с приборами учета, то это фактически все дома. Все дома должны находиться и имеют такую техническую возможность установить себе прибор учета. И фактически уже даже и имеют эти приборы учета. Но если говорим, что у кого нет, то это 10%, там незначительная часть. Я думаю, это меньше даже. Как вы в целом оцениваете переход на новый порядок расчета по домовым нуждам? Мое мнение такое, то есть мы потребляем, мы живем в этом доме, мы потребляем этот ресурс, да, и в этом случае, раз мы его потребили, то мы и должны оплатить. На этой неделе продолжились судебные разбирательства по нескольким громким процессам. Одно из них – дело о драке на Старом Базаре. Теперь на скамье подсудимых Дмитрий Лопатин, которого некоторые участники конфликта считают зачинщиком драки. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Однако сам Лопатин своей вины не признает. Тормозит судебное разбирательство и то, что некоторые свидетели не появляются на заседаниях. Поэтому говорить о завершении судебного процесса пока рано. Подробнее – далее. Дело о драке на Старом Базаре принимает новые обороты. Теперь осужденный Михаил Старцев выступает в качестве потерпевшего. Его адвокатам удалось добиться возбуждения дела в отношении свидетеля – Дмитрия Лопатина, которого в соцсетях называли инвалидом. До этого правоохранители долгое время обходили его вниманием. Хотя, по версии следствия, он принимал активное участие в конфликте и стал его зачинщиком. Лопатин, по мнению второй стороны, первым нанес несколько ударов Старцеву и сопровождавшим его девушкам. И только затем к конфликту подключился Павел Рохлов, который и погиб в драке. Напомним, ранее суд приговорил Михаила Старцева к шести годам колонии. Но теперь Старцев уже сам подал иск против Лопатина, ведь тот нанес несколько ударов палкой по лицу Старцева. До сих пор никто не может точно ответить, что Лопатин использовал как оружие. По одной версии это бита, а по другой – трость. Кстати, именно из-за последней Лопатина в соцсетях окрестили инвалидом, хотя таковым он не является. Сейчас его обвиняют по 112-й статье – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Сегодня проходило заседание по этому делу, однако выслушать получилось лишь одного свидетеля – Лилию Ворогушину. Остальные свидетели не явились по уважительным причинам. Сторона Лопатина заявила, что заключения будут даны только после рассмотрения всех доказательств стороны обвинения. Это показания остальных свидетелей и учет материалов дела. Потому на следующих заседаниях предстоит исследовать видеозаписи с места происшествия и вещественные доказательства – ту самую биту Лопатина, а по другим версиям – трость. Но каким же на самом деле предметом он наносил удары следствию, тоже предстоит выяснить. Мария Мацайова, Дмитрий Денисов. День с толком. Еще один процесс – суд над судьей, которого обвиняют в получении взяток. Разбирательство идет в отношении сотрудника арбитражного суда «Края», который на время процесса отстранен от своей должности. Сам он утверждает, что денег не получал, противоправных действий не совершал. И вот на очередном заседании суда Алексей Городов вновь выразил несогласие с обвинениями в его адрес по шести эпизодам получения взяток. Подчеркнем, что суд над Городовым длится почти два года. По версии следствия, судья за деньги выносил нужное решение. Следователям удалось доказать получение Городовым взяток на общую сумму почти 5 миллионов рублей. Он уже третий арбитражный судья, который обвиняют в коррупции. Двое его коллег – Руслан Терри и Владислав Колесников – осуждены. Они получили по 7 лет колонии строгого режима. Чтобы возбудить дело против Городова, понадобилось представление главы следственного комитета Александра Бастрыкина. Доводы обвинения в анализируемой части я не признаю, а спариваю в полном объеме, считаю их полным вымыслом и оговором. Денежных средств долгового я не получал. Последний для их передачи в мой кабинет в указанное обвинение время, в том числе в сопровождении Питсуна, не входил. Денег мне не передавал ни в кабинете, ни в помещении суда. Алексей Долгов, о котором говорил и сегодня в рамках реплик городов, юрист и бывший арбитражный управляющий. По данным следствия, он принимал участие в пяти эпизодах получения взяток Городова. За нужные долговые решения по делам о банкротствах арбитражный судья, по данным следствия, получал по полмиллиона рублей. Взяткой следователи посчитали и продажу Городова автомобиля по заниженной стоимости. Кстати, еще в 2019-м арбитражного управляющего Долгова осудили условно. До этого он активно сотрудничал со следствием. Между тем, Городов утверждает, что у них с Долговым случился межличностный конфликт. И тот обещал лишить его мантии. Телефонные разговоры рассекреченной ФСБ, по словам Городова, доказательства того, чем целенаправленно занимался Долгов и не только он. ФСБ фиксирует, что в отношении меня все, что происходит, это планировалось, это готовилось. А мне вменяют обратно. Ну много не надо взять рассекреченный материал ФСБ и прочитать, как каждый день, кто что планировал. Городов настаивает, что работал честно. И все, что происходит, это намеренная его дискредитация и оговор. К слову, на время следствия и суда полномочия судьи приостановили. На его имущество стоимостью 10 миллионов рублей наложен арест. Городов же уверен, что стоимость имущества слишком превышена. К примеру, моторную лодку 77-го года он брал якобы за 5 тысяч рублей, а оценили ее в 200 тысяч. Следующее заседание по судье с 10-летним стажем назначено на 10 апреля. Там ему предоставят последнее слово. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. К другим темам. Больше 7 тысяч пчелосемей, по официальным данным, пострадали и погибли в крае за последние три года. Причина, по словам владельцев пасек, ядохимикаты, которыми аграрии обрабатывают поля. Районы, где ежегодно фиксируют пчеломор – Косихинский, Троицкий, Усть-Калманский и Завьяловский. Отдельные случаи зарегистрировали еще в 22 муниципалитетах региона. Такие данные озвучил на этой неделе замминистра сельского хозяйства края Михаил Чмырёв в ходе научно-практического семинара, посвященного состоянию пчеловодства на Алтае. Тему продолжит Анар Шагирова. Основные деятельности – это пчелопослов. Но мне два года просто не дают меня травить. История с массовой гибелью пчел вот уже несколько лет объединяет многих пасечников края. Только по официальным данным за последние три года в регионе пострадали и погибли 7 тысяч пчелосемей. В прошлом году реальные случаи пчеломора зарегистрировали в 16 районах края. О последних подсчетах рассказал один из владельцев пасек. У него из 20 пчелосемей в этот раз перезимовала только одна. Такого печального опыта за 6 лет пчеловодства, говорит, не было. У меня одна семья перезимовала. Все остальные перед зимой у меня пустые улья были. Все погибли. Один вот у меня рой зашел, я его под сугроб закрыл, все, они перезимовали. А вот все, что у меня на тачке были пчелы, у меня ни одной семьи нет, не осталось. И причина, жалуются сами пчеловоды. Очевидно, фермеры обрабатывают поля химикатами, а страдают насекомые. Эту проблему обсуждали сегодня на региональном научно-практическом семинаре. О том, как ее можно решить, высказались сами пасечники. На данный момент мне известно то, что я понял за эти годы, сколько мы стояли, допустим, на рапсе. Если фермер до цветения провел все плановые обработки рапса системными препаратами, до цветения, до периода футенизации, то есть вот только первый источник появился на рапсе, вот должны последние обработки пройти. Неделю пчела на цветущий рапсе не идет примерно. После этого момента, до конца цветения, фермеру на поле делать нечего. Кроме того, применять можно и менее токсичные препараты. Они первого и второго класса опасности, как говорят пчеловоды. Но почему-то фермеры любят перестраховываться, а некоторые еще и травить свои поля днем, что по закону запрещено. К тому же растеневоды обязаны предупреждать о ближайшей обработке полей, на что пасечники сдаются вопросом к законодателям. Знаете, такой вопрос. Вы учли, ну, расстояние на пасек, все остальное. А вы не брали во внимание то, что у нас большая часть стационарных пасек, и пчеловоды, ну, физически невозможно им уехать. Вообще в отношениях между фермерами и пчеловодами много моментов, которые не урегулированы законом. Их-то и просят решить владельцы пасек, чтобы хоть что-то предъявить фермерам в случае гибели пчел. Однако, как говорит замминистра сельского хозяйства, в этом вопросе не все так однозначно. Сколько у нас было случаев, мы опять же это документально зафиксировали. Когда приезжает фермер к пчеловоду, говорит, у меня, значит, энтомологическая ситуация на полях такая, что я через три дня буду обрабатывать поле пестицидами, такого-то класса опасностей. «Можем потравить пчел? Пожалуйста, убери пасеку. Может, тебе помощь нужна? Нет, ничего не надо, я сам справлюсь». Значит, и потом пчеловод думает, справлюсь, не справлюсь, пронесет, не пронесет. Короче, закрыл литки, передержал пчел один день, а потом взял и выпустил их. Ну, они, естественно, погибли все. И вообще, предложил замминистра решать многие вопросы аграриям и пчеловодам нужно просто. «Садиться с ними за стол, брать бутылку, прежать сало и говорить, слушай, давай...» Анна Рашегирова, Дмитрий Денисов, День с толком. Клещи открыли сезон, причем на пять дней раньше, чем в прошлом году. Первый официальный случай присасывания зафиксирован 30 марта в Благовещенке. Еще два, пока не попавшие в официальный список, произошли в Михайловском районе и Барнауле. Сезон будет напряженным, уверяют специалисты. Впрочем, легким он в нашем регионе практически и не бывает. Подробности далее. Поймать клеща можно фактически в любом месте края, но наиболее опасными территориями являются предгорные районы. В Барнауле тоже есть места, где пробудившихся от спячки голодных кровососущих можно поцепить гораздо чаще. Наиболее такие прям серьезные очаги это на проспекте Космонавтов возле оптового рынка, возле завода «Кристалл» на Солнечной поляне, вот эта роща у нас большая, парк юбилейный бывший, ну и окраины города. Обрабатывать территорию от клещей будут, но чуть позже, поэтому пока, говорят специалисты, нужно быть внимательными. И в случае присасывания лучше не пытаться снимать клеща самому, а обращаться к врачу. Клещевой энцефалит, цепной тиф, боррелиоз, любая из этих болезней может при несвоевременном обращении привести к инвалидности или даже к летальному исходу. Не надо открывать интернет, не надо у Гугла спрашивать, надо дойти до своего медицинского учреждения, потому что любое лечение, любой иммуноглобулин имеет не только показания, но и противопоказания. Специалисты советуют сдать клеща на анализ. Всего за сутки станет известно, заражен ли он энцефалитом или боррелиозом. Последний, к слову, лечится иначе, уже по месту жительства. Что касается иммуноглобулина, то перебоев с поставками нет. При этом детям до 18 лет его ставят бесплатно. И не только в травмпункте 9-й детской поликлиники Барнаула, куда чаще всего обращаются родители. И важный момент. Иммуноглобулин, конечно, не конфета, но слухи о том, что ставить препарат можно раз в жизни, лишь слухи. Лучше вообще прививаться. Это самый оптимальный вариант, потому что дети очень часто могут сковырнуть клеща, сами выбросить его. Они же не понимают, что есть такая вообще опасность, особенно маленькие. Они могут от него сами избавиться, родителям ничего не сказать. И ситуация упущена полностью. Правда, прививки ставят только малышам от 3-х лет. Специалисты напомнили, что лишь в случае тройной вакцинации вырабатывается иммунитет. Нынче в регионе привили 35 тысяч человек. В среднем в год эта цифра близится к 140 тысячам. В целом, по словам экспертов, нынешний клещевой сезон будет напряженным. Впрочем, легким в нашем регионе он практически не бывает. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. И в завершении выпуска. Подвижки льда начались на неделе на Аби в районе Барнаула. Большие глыбы разламываются и уплывают вниз по руслу. Остаются лишь кусочки. Однако пока это не полноценный ледоход, так как на реке остаются еще участки, покрытые неподвижным льдом. Изначально прогнозировали, что ледоход этой весной начнется 7 апреля. Но из-за похолодания он на несколько дней сдвинулся. И теперь его ждут 12 числа. Середина апреля, в принципе, традиционное время для освобождения Аби ото льда. Скрываться от него уже начали и другие реки региона. В частности, подвижки наблюдаются на Катуне, Череше и Аллее. Ледоход – красивое и любимое многими людьми зрелище. А еще предвестник наступления теплого сезона. Даже если начало весны не слишком балует комфортной погодой. И на этом у меня все новости. Такой запомнится уходящая неделя. Я же благодарю всех, кто нас смотрит. И напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...